Тема такая, эмоциональный интеллект, чувства и эмоции. Ну вот так уж случилось, что я в прошлом созависимая, и у меня были элементы тихого пограничника. Я все ваши видео смотрю, которые выходят дополнительно. И в детстве мне запрещалось проявлять эмоции, и чувства были вытеснены. Я все проходила, выражать гнев, злость мне тоже было запрещено, и я так жила до определенного времени. Сейчас я очень, ну прям не очень хорошо, но я и ощущаю вот эти все чувства. Я стараюсь сразу выражать, сразу говорю, что мне, я сейчас чувствую то-то и то-то там. И я чувствую, что происходит с моим телом, как оно зажимается, что с ним происходит, где напряжение, как это происходит и так далее. Но тем не менее, все-таки отголоски еще остались, и иногда я не замечаю этих чувств каких-то. и только потом я их начинаю ощущать, и меня может эмоционально нести. Но внешне вроде я сказала, а внутри меня еще несет где-то там. Но это недолго, но тем не менее это происходит. И вот вопрос звучит так. Как же научиться быстро ощущать эти чувства? Потому что именно чувства несут эмоции же. Они же вот прям гонят меня куда-то. Насколько я поняла, я у Валентины Новиковой услышала про дневник чувств. Она сказала, что в дневнике чувств записываются, значит, мысли, действия и чувства и эмоции в этот момент. То есть отслеживать то-то и то-то. И мне Нонна порекомендовала такую книгу Дэвида Хокинса «Отпуская дискомфортные чувства в путь принятия». Отлично. И я бы вот хотела ваше мнение услышать по этому пункту. Я даже не понимаю, а в чем вопрос? У тебя же прекрасно происходит и по Новиковой, и по Хокинсу. Прекрасно происходит работа в этом сегменте. Ну, вопрос в том, что как научиться быстро отслеживать свои чувства, что ли? Ир. Или это быстро не бывает? Я уже сколько учусь. Быстро отслеживать свои чувства. Я хочу сказать, когда человек, когда женщина полностью быстро отслежена в своих чувствах, то есть она такая полностью выдает чувства под задачу, дозирует дозометром количество гнева, радости, восторга, возбуждения, уныния и, может быть, депрессии, разочарования, претензии, обиды, под задачу. Ну, скажите, разве это женщина? Это какой-то робот. Понимаешь? То есть это какой-то робот. Ну, Ольга даже мне эту штуку показывает, Кондратьева. Поэтому, знаете, вот мне кажется, что иногда мы офигительно прекрасные, потому что, когда мы проявляем чувства, вернее, не когда проявляем чувства, это как будто осознанно, когда чувства просто проявляются. Понимаете, женщины нет без спонтанно проявленных чувств. Это вот какой-то фильм был такой, Люси, про универсальную женщину-робота, которая улыбаться умела, эмоции выпускала, и даже, ну, эти афродазиаки из нее и вот эти вот всякие, ну, гормональные штуки, связанные с выпуском чувства, тоже выпускали все. Но это механика. Поэтому вот в любви, смотрите, если мы такие осознаны, мы очень много думаем. Так, если я подойду первое, я скажу, что вы мне нравитесь, можно ли с вами познакомиться, он скажет. Понимаете, мы продумываем огромное количество вариантов, но чувства – это импульс к действию. Понятно, что у людей, которые там пограничники, алкоголики, психопатки и прочие вещи, здесь нужно приручить чувства хотя бы через понимание. Что за чувства сейчас из меня выходят? Вот, но чрезмерно прирученные чувства, они, оказывается, почему-то заблокированы, не знаю. Вот, если они совершенно прирученные, если в них нет красоты, игры, спонтанности. Поэтому, как бы, изучить территорию чувства стоит, назвать их по имени стоит, научиться собирать букеты из разных чувств, такую экибану подбирать, стоит. Выражать их на бумаге, на холсте, спонтанным образом. Ну, попробовать тоже есть же целое направление арт-терапия. Когда-то не по правилам рисовать, а так, как чувствуется, тоже стоит. То есть, соединить сознание, чувства, сердце. Пробуем, экспериментируем. Для того, чтобы, знаете, настроить их гармоничную репрезентацию, проявление в этот мир. Потому что иногда мы вроде бы спонтанны, но людей почему-то это пугает. Иногда мы честны, но у человека потом лицо такое, знаете, или душа, как после того, как будто бы обожжено. Потому что мы были честны, но не рассчитали объем честности. Иногда просто вот говорят, что чувства, да, вот, ну, их как пальто подают, а не как тряпку швыряют в лицо. И вот так, чтобы научиться проявлять чувства, чтобы дать человеку донести. Знаете, иногда есть люди, у которых такой поток чувств, что ко мне, например. Человек говорит эти чувства, но он меня не видит. Я могу не принимать эти чувства, не воспринимать. Я могу тяготиться таким объемом чувств. Но человека прет. Вопрос. Что важнее, выговориться в моем присутствии, или донести мне какое-то количество чувств. Поэтому вот в донесении чувств, в понимании, что со мной происходит. Иногда я планировал утром быть позитивным. А тут что-то меня депресснуло. Я честно признаюсь, хотел быть радостным. Блин, что-то меня накрыло, придавило. Ну, полежу. 20 минут полежу. Погрущу. Смотрите, я иду за своими чувствами слушать, чего они хотят. Но чтобы не они управляли мной, а как капризные дети. Вот мороженого хочу. Ну, хорошо, давай мороженого. Может быть, пойду. А вот куклу хочу. Давай куклу или мороженое сегодня. То есть, чтобы не потворствовать слишком вот этому потоку чувств. То есть, понимать, куда тебя чувство ведет. Есть чувства, которые ведут в смерть. Есть чувства, прямо чувствую, хочу бухнуть. Понимаете, да? Вот. Я как бы смотрю, ну, как бы, ну, дорогушечка. Да, мое дорогое чувство. За твоим желанием бухнуть, напиться, например, там, забыться. Стоит что-то другое. А чего хочешь на самом деле? Ну, давай вот получим это, ну, без бухла. Аккуратненько, мягко так. Очень по-доброму. Давай как-то по-другому попробуем. Ну, давай что-то такое. Любви хочу. А, любви. Хорошо. Ну, а где? А все мужики, короче, оказались козлами. Ты так чувствуешь? Да, я так чувствую. Ну, пойдем исследовать мужиков. Может, еще каких-то. Пойдем просто гулять. И смотреть, что на самом деле как-то. Понимаешь, мы разговариваем. Мы строим коммуникацию между чувственным миром, который разбалансировался, вышел из-под контроля, и своим сознанием, умом, ответственным за конструктивную коммуникацию. Вот, ну, смотри, иногда, например, у меня много чувств. Другой человек позитивный, но холодный. Я и так, и так. А человек нейтральной улыбкой защищается. Типа, мне все нравится. Но не допускает меня к себе. Смотри, любой контакт – это сочетание нескольких чувств. Вот. С позитивными людьми, стопроцентно проработанный, контакт невозможен. Ну, они скучны. Они совсем согласны. Вот когда там тоже. Я хочу с тобой. Я тоже боюсь. Я тоже боюсь тебя. Вот ты пришел в мою жизнь или пришла. Ну, тебе трудно. Мне тоже. Давай как-то попробуем. Вот честное, бережное предъявление чувств. Донесение. Рассказать о своих переживаниях, чувствах. Ну, рассказать и доверить можно тому, кому это интересно. Вот. А тебе интересно, вот если я поделюсь с тобой своими чувствами? Ну, да. И я начинаю делиться и смотрю. Если человеку интересно, он вниманием здесь. А если не интересно, он как бы уже ушел куда-то, внимание. Значит, надо чуть-чуть закругляться. То есть, только рассказы о себе для человека в тягость. Мы внимательнее к чувствам другого. А сотворчество – это способность создать вот такое общее пространство. Эмоции, чувств, переживания. Переживать нечто глубинно общее, но выраженное в разных индивидуальностях. Поэтому это тема эмоций, чувства, переживания, состояния, исследования. Баланс спонтанности и осознанности. Переживания, чувств, выражения чувств. Здесь мы как будто бы настраиваем рояль. Есть некоторый камертон. Пускай камертону будут наши, скажем, знания о эмоциях, чувствах. Может быть, это там ре первой октавы. И мы аккуратненько смотрим, где наш рояль немножко расстроен. Чуть-чуть поднастроили, попытались сыграть какую-то простую мелодию. Не звучит еще. Может быть, звучит, но хороший музыкант услышит, где настройка плохая. И так аккуратненько двигаемся, и все. Но моя просьба ко всем женщинам сначала, а потом мужчинам. И как только вы проработаетесь и будете выдавать только осознанные чувства, трудно за вас зацепиться, чтобы вас любить будет тогда. Поэтому можно раз в день, вернее, час в неделю позволять себе проявлять то, что проявляется. В принципе, творчество любое, это когда чувство идет, и я позволяю ему выходить, не рефлексируя. Ну, слишком во что это выльется. Вот Ольга рисует, и иногда она рисует такие вещи изнутри Кондратьева. Я же смотрю на это все, которое, думаю, ой, ну нет, ну так нельзя. А что это? А в каком смысле? И вот смотрите, когда что-то слишком контрастное, необычное в другом проявляется через разговор, через творчество, нужно больше времени, чтобы вглядеться, чтобы связонировать, чтобы не понимать, а пережить, ну, как внутренний мир другого человека, выраженный через картину. Или проще всего, конечно, спрятаться в то, что то, что я не понимаю, то неправильные чувства. Вот, и тогда мы усредняемся. А вот, ну, близость, любовь в самом широком смысле, это как будто разрешение, позволение. Будь, проявляйся, живи, мне все интересно. И вот, в принципе, в терапию люди приходят за этим разрешением быть собой, быть естественным, спонтанным. А если какое-то там прошлое, где в силу того, что было много разных проявлений чувств, ну, это меня разрушило, когда я шла за чувствами, или другого человека разрушил, или супружеский союз разрушил, то делаем выводы, смотрим иногда, приручаем сильные импульсы. Ну, к этому всему как-то бережно, так и нежно относимся. Вот, примерно так. Ну, просто не запрещаем себе быть через анализ чувств. Ну, у меня на самом деле не анализ, а у меня на самом деле очень много чувств и много эмоций. И поэтому порой меня просто вот несет, или разрывает от этих эмоций, или вот еще что-то. И я прямо стараюсь себя уже даже, ну, как могу сделать, иногда у меня получается, иногда не получается. Ну, вот так вот проявляюсь. Ну, и вот скажи, вот сейчас тебя несет, или ты сейчас сдерживаешься? Ну, нет, я сейчас такая, как обычно. Вот меня все устраивает. Ну, ладно, спасибо. Понимаешь, когда ты как несет тебя, и ты обычно, и ты рада, и никак не... Ну, меня вообще очень хорошо. Ты мне много и внимательным слушаем, не своими репликами. Вот, много даешь мне, каждый раз ты, ну, берешь, когда слово на зум-конференции, или в личном общении, мне всегда интересно. Ты живая. Вот так классно. Теперь, Ира, вот хочу со своей женской стороны еще прокомментировать вопрос с эмоциями. По отслеживанию именно эмоций, по наблюдению за ними. Помогает работа внимательности именно еще по отношению к телу. То есть возвращаться к телу, возвращаться именно к своим ощущениям и смотреть, а мне-то сейчас каково. У нас очень связаны мысли, телесные ощущения и эмоции. Это вообще одна такая большая связка, и часто люди даже путают одно с другим. Например, свой поток мыслей, вот у них, они называют это думаю, на самом деле это чистое эмоционирование. То есть они просто очень... Они именно эмоцию прокачивают, и идет какая-то одна зацикленная мысль. Всего только одна. И очень заряженная. Это не мыслительный процесс, это не анализ, это именно перенос, чистый перенос в мысли, да, какой-то своей эмоции. Вот этот момент интересный. Потом распознавание именно телесных каких-то симптомов, каких-то признаков. Тоже бывает такое, что тело реагирует, а эмоция не распознана. Например, в какой-то момент мы почувствовали там какой-то удар, или мы заморозились, закрылись, сжались. Определенно есть какая-то эмоция, точно какая-то есть. Но мы в первую очередь замечаем, что с телом что-то происходит. А иногда, чаще всего я даже скажу, мы замечаем это постфактум, когда уже все произошло. Когда нам все же нужно откачивать, оттаивать, да, и нам нужно приходить в себя. И мне помогает, поскольку я человек сама очень эмоциональный, у меня очень сильно все это с телом повязано. Мне помогает наблюдать. Просто не постоянно, не 24 на 7, но время от времени смотреть, хотя бы там раз в день. Ага, что такое происходит со мной? Например, ну вот допустим, сейчас вы сидите, вы можете даже посмотреть, а как вы себя чувствуете? А вы вообще где в теле? Что вот там в этой точке происходит? Например, если идет какая-то эмоция, то где она в теле? Эмоция всегда где-то находится в теле. Даже если, например, вы ощущаете вынесенность из тела, это тоже показатель, например, очень сильного стресса, когда нас выкидывают из тела, и мы там вот где-то. Мы вообще не ощущаем себя здесь, сейчас. Сейчас мы где-то. И вот эту связь мысли, эмоции, телесные ощущения попробуйте вот так понаблюдать за собой. Не в режиме там каком-то жестком, а просто когда, может быть, пока вам комфортно, какие-то знакомые вам уже состояния, понаблюдайте. Это действительно обогащает, и вы можете потом также и с людьми работать. Просто там, вот я злюсь, хорошо, где в теле ты ощущаешь это, да? Что такое с тобой происходит? Вопрос вообще, где в теле ты это ощущаешь, он такой очень, очень заземляющий. Потом у женщин эмоции очень сильно подвязаны. Вы знаете, наверное, все женщины, которые здесь есть, к нашему гормональному циклу. И каждый раз как в первый раз, да? И над этим уже даже шутки ходят, да? Что на определенной фазе она такая, на другой фазе она совсем другая. Действительно, это связанные вещи. И имеет смысл, вот Ир, ты упомянула про дневник. Да, какие-то вот такие, хотя бы даже если вы не записываете, общие какие-то вот наблюдения, что, например, после вот там фаза цикла или после с таким-то человеком у меня стабильно спад или стабильный подъем. Так что же такое происходит? Что такое происходит вот в этом, например, взаимодействии, что после этого стабильный спад? Или после чего вот эта волна, когда взвинчивается она и когда она падает? Да, что происходит вот до, например, до того, как вы взвинтились? И еще пару моментов, мне тоже кажется, важно про это сказать. Первое – это ценить состояние между эмоциональными взлетами, состояние нейтральности. Вот, да, Евгения, я знаю, что вы про это знаете. Это очень важный момент. Отслеживать вот эти мелочи, мягкое течение жизни, повседневность, быт. Женщины понимают как раз такие вещи, и также женщины очень склонны вот к этим скачкам. В целом более склонны, чем мужчины. То есть ценить нюансы, ценить вот эти точки перехода, когда нет шторма, но нет испада. А мягкое вот такое течение, знаете, между уборкой и стиркой, между готовкой и детьми, между какими-то паузами в работах. Что в эти моменты происходит? Вот это очень ценные, да, очень ценные такие промежутки жизни, которые, учитывая то, насколько сейчас информационное пространство взвинчивает искусственные эмоции, нам необходимо возвращаться вот к этим состояниям, заземляться и ценить их. Вот этот момент. Потом еще такой важный момент, он связан вообще с интегральной мета-теорией. Если вам было желание Уилбера читать, я скажу только вот что. Уилбер выделяет так называемый зеленый плюралистический уровень, который, даже если вы ничего про них не знаете, он в основном и транслируется с современными психологами. То есть вот такая, ну вот, авангард, скажем так, психологии, статьи, часто они об этом. По моему личному ощущению, вот этот уровень, он глубоко феминный по своей сути. Вот в нем есть женственность, именно как ядро. И сейчас объясню, понятно будет. Там очень много наблюдений за эмоциями, за нюансами, любований вот этими нюансами, очень много внимания к травме, прям повышенное внимание к травме, к женщине вообще, да, к меньшинствам каким-то, вот, скажем, к нюансам. То есть вот все внимание, очень много вот эта стадия занимает, берет внимание на внутренние ощущения, на вот этот богатый как раз внутренний мир. И Евмений сказал такую важную вещь, да, в самом начале, что какая-то часть остается для меня, и я замечаю по текстам даже, которые пишут женщины, по их репликам, что женщины, когда они открывают для себя вот это, о, мои чувства, я могу их выражать, я могу их наблюдать, и они начинают вот на этом океане, с одной стороны, они... Ир, я сейчас не про тебя, кстати, говорю, ты не такая, ты вот как раз у тебя обмен очень хороший тут, это не о тебе речь. Когда в этом океане они сами начинают тонуть, все время наблюдая за вот этим, все время отслеживая эти нюансы, что со мной сейчас? О, в моем теле вы сто процентов таких видели, женщин. Я сейчас ощущаю, у меня глубокие, глаза закроют, да, так они, такие ощущения у меня идут. Вот сейчас, ну, да, 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 да. И вот этот океан, мало того, что они сами очень в него погружаются, несколько даже в ущерб, да, часто деятельности и отношениям, они этот океан начинают выплескивать на партнера, не всегда даже на мужа, может быть, на подругу, потому что, ну, надо же, чтобы оценили, вот это и услышали. И особенно, когда супруг, когда мужчина, и женщина начинает выплескивать на него, требуя, чтобы ее выслушали сначала до конца, чтобы он был внимательен ко всем ее нюансам, вот ко всем вот этим ее ощущениям, ты знаешь, ну, я не уверена, что именно это я ощущаю, но кажется, о, в моем теле, вот это, вот здесь. И они не оставляют ему места. И возникает такой вопрос, погоди, погоди, ну, окей, ты высказалась, а он-то что чувствует? Как ему? А он что, вообще что-то чувствует? Да они вообще ничего не чувствуют. Мужчина, да, раз у него есть, да вы что, у меня тут спектр на нас двоих, на нас на десятерых. А он что, еще что-то чувствует? Да, мужчины чувствуют, между прочим. И выдерживать этот поток, между прочим, непросто. Эта сила еще нужно иметь, чтобы вот это выдержать, не закрыться от этого, потому что мужчина начинает закрываться часто от такого излияния, с таким количеством нюансов и с таким количеством подробностей всего. И Евмений, не знаю, вот прям я думаю, что подтвердите, вот это одно дело, когда рассказать о своих ощущениях, поделиться своим искренним, а другое дело полностью заполнить собой все пространство, не оставив места другому. Это вот как вот обратная сторона, да, вот этой вот созависимости. Растворись во мне. Да, да. Вот давай, вот растворись во мне, потому что ведь я же океан, ведь я богиня. Я богиня, я женщина-стихия, как они еще говорят-то, такие дамы. Я вся такая текучая, я вся такая особенная, ты разве не видишь, да? Особенно артистические натуры, ну, вроде меня. Эмоциональные, ведь хочется быть понятой, хочется быть услышанной. И я сейчас вообще вижу вот эту тенденцию, я в сетях очень хорошо это вижу у людей, когда есть две потребности, которые перекрывают друг друга, которые очень важно тонко совместить для того, чтобы строить хоть какие-то отношения, не только с мужем, может быть, и с подругами. Другой, может быть, не обязательно муж, не обязательно супруг. У людей сейчас очень сильная потребность, чтобы их слышали. Эти вот откровенные тексты кидаю, да, какие-то интимные подробности. Выслушай меня, послушай мою музыку, пожалуйста, смотри, что я слушаю, смотри, что мне нравится, давай смотреть мои любимые фильмы. Я хочу, я кричу просто, чтобы меня уже заметили. И вторая, и некоторые, кстати, так и подсаживаются, и предпочитают всю жизнь смотреть чужие какие-то, да, вот эти фильмы, как реалити-шоу такое, это тоже есть. А другая, и когда и у людей, у таких, у них есть потребность быть услышанными, но они часто не готовы предоставить другому ту же меру услышанности, которую они требуют. И вот это рождает дисбаланс. То есть, например, когда, сейчас вот Ира, да, возвращаясь к вопросу, то есть когда мы именно учимся вот так вот отслеживать себя, мы действительно лучше себя понимаем, и потом лучше понимаем других. И важно оставить другому пространство, не меньшее, чем для нас. Даже если мы женщины-океаны, даже если мы творческие, там, художники-будерины, просветленные особенно. Вот. Про просветленный, кстати, имени тоже хороший был момент, потому что, правда, когда оно все отрегулировано, хоть бы выругалось уже, мата ждешь от человека, чтобы он хоть вот вел себя, ну, естественно, нет, я от себя услышала. Ну, твою мать. Ну, как-то так. Благодарю, ребят, за внимание. Имени, большое спасибо. Вы сегодня какой-то особенно стильный и красивый. Спасибо, Оль. Ольга, огромное спасибо, потому что, смотрите, есть же такая мизогония, сейчас термин женоненавистничества, ну, в термин такой упакованный. Поэтому, понимаете, какие-то вещи напрямую о женском может сказать только женщина. Поэтому сегодня вы тоже были в ударе. Вы выдали такой перформанс по полной программе, потому что, действительно, вот, смотрите, если мы так, ну, в классике берем, там, мужчина в проектах, в теориях, в каких-то вычислениях находится, и женщина все чувства выливает, он услышал, он может слышать это, девчонки объясняют популярно, диссоциировано, не вовлекаясь глубоко, потому что если он свои башни внутренние откроет вашему потоку, там все просто нахрен слетит. То есть это все разрушится. Поэтому мужчины так смотрят, держатся. Иногда, понимаете, и вот этот вот момент, тебе вообще интересно, что у него там. Или он просто для, ну, как бы, объект для слива эмоционального избытка под предлогом супружеского долга. Если любишь, должен все это выслушивать. Поэтому действительно, вот я смотрю, ну, то есть это просто, просто, Оль, очень ценно, правда, вот говорю, потому что, ну, что это по-женски тоже вот сказано, поэтому. Иногда мужчина сдержан, иногда внимателен, но если он рядом, он любит так, как ему любится. А если вам интересно пробиться к его переживаниям и чувствам, мужчина, по сути, должен быть легко уверен, что когда вы туда попадете, вам туда не привнесут оценочных категорий и всякого рода психологизм. Потому что, когда пространство душевного, интимного, сердечного, эмоционального контакта психологизируется, как для мужчин, так и для женщин это может быть, ну, травматичным совершенно. И если мужчина в какой-то момент закрывается, эмоционально к вам не выходит, дело вовсе может быть и не в том, что у него кто-то есть, понимаете, и кто-то появился. И может быть вовсе не в проектах, которому он настолько увлечен, что у него нет времени на то, чтобы душевно пообщаться. Может быть, посканируйте, посмотрите внимательно, если мужчина закрылся, может быть, дело-то в том, а как вы себя в этом пространстве в прошлый раз вели, после чего он закрылся. Это не для нездоровой рефлексивности, это вовсе не для чувства вины и самообвинения, а просто, когда вас пускают в чужие миры побродить, аккуратненько, у меня на эту тему даже где-то стихотворение чьё-то не моё было, вас пустили в чужие миры побродить. Прекрасно. Дальше там строки есть. Поэтому смотрим аккуратненько, какое количество интенсивности поддержит связь. Это мы позиция. А какое количество интенсивности мне нужно вывалить, чтобы освободиться, это я позиция. То есть другой – это как бы как громадвод для выплеска моих сильных чувств. Поэтому смотрим. Я благодарен тем женщинам, тем мужчинам, с которым это в моей жизни этот взаимообмен и понимание и может быть честный такой ну как бы ход для того, что когда другой человек мне говорит или я могу человеку сказать например, мне вот на сегодня вот переживание, слово, эмоции ну достаточно мне больше не понести. И другой человек, например, женщина, мужчина не воспринимает это как личное отвержение или обесценивание, а как честный разговор. При этом хорошо, хорошо, давай тогда это все на сегодня уже. Заверши мне все. Вот здесь вот бережность другому и интерес к его миру. Если обмена нет, взаимоинтересы, есть риск, что мы потеряем друг друга.